Еще одну теорему покажу. Были, по крайней мере, схемы, доказательства. Все вы знаете теорему Ферма, гипотезу Ферма, да, последнюю теорему Ферма, что если УТТ больше двойки, то Их степеней плюс Их степеней не равно Их степеней числа в целом. Есть такая замечательная теорема Шура, доказанная в 1916 году, что если рассмотреть теорему Ферма по модулю, любому модулю, достаточно большому, простому, тогда уже это сравнение будет разрешимо. То есть, значит, если В простое, то у уравнения Х степенье плюс Их степенье равно С степенье, по модулю П существует медуловое решение. Пытаюсь сказать, как эту задачу можно решать. Эту задачу можно решать, и сам Шур решил комбинаторными средствами. Связь между n и p, так сказать, комбинаторики, дается очень слабо, а методом тригономических сумм, тут получится замечательная оценка с точки зрения тригономических сумм. Нужно опять посмотреть на эту задачу, как на тернару. Давайте рассмотрим множество. Гамма – это множество всех степеней и х степеней, где х пробегает эти единицы, как бы их усадить. Это множество замечательное, и оно обладает свойством, что если, как говорят, гамма подгруппа, если А и В принадлежит гамме, то АВ тоже принадлежит гамме. Но действительно, если мы перемножаем x, r, y, n, то это будет x, y, n, единица приближит гамме, и еще можно показать, что обратный элемент приближит гамме. И тогда у нас задача стоит в том, чтобы решить уравнение гамма-1 плюс гамма-2 равно гамма-3, где гамма-1, гамма-2, гамма-3 – это элементы из гамма. Это тернарная задача. Это как раз объект применения методов тригонометрических сумм. Мы уже решали такую задачу, да? Нужно посмотреть на свертку, да, множество гамма, да, свертка – это вот число представлений гамма-3 в виде суммы гамма-1 плюс гамма-2, и просуммировать эту свертку по всем элементам из гамма. Количество решений этого уравнения не будет равно вот этой сумме. Правильно? Потому что я считаю, с какими способами гамма-3, элемент из гамма, представляется в виде суммы двух других элементов. Если я докажу, что эта сумма не ноль, то тогда я докажу, что у этого уравнения есть решение. Мы уже работали с таким объектом. Мы уже работали с этим объектом. Мы представляли вот эту сумму в виде суммы по гамма-3 и гамма, рассматривали вот эту функцию как функцию f, одну, да, и писали, что это функция другая. Дальше мы применяли преобразование фурье, да, пользуясь тем, что свертка переводится преобразованием фурье в произведение, да, в квадрате. Например, фурье как физические функции гамма, я так не пишу. Тут вот, между прочим, чертура. У нас опять возникла тернарность. Вот это слагаемое будет оцениваться равенством парсималии, как раньше. Но теперь проблема состоит в том, что я ничего не знаю про преобразование фурье этой гаммы. Потому что раньше мы знали оценку на сумму гауса, а здесь уже никаких сумм гауса нет. У меня вот появился непонятный объект. И вот я сейчас доказываю, значит, лему, как оценивать парсималии фурье подгруппу гаммы, да, а дальше вы уже сами, так сказать, подставите в эту сумму оценки и посчитаете, что получится. Значит, так и я вам. Последнее, что если у меня гена ненуевое, то тогда единица гаусс, крышка меньше, что нельзя. Видите, тут даже, в общем, похоже все на оценку Суб и Гауса. Как мы доказываем эту оценку? Как бы смешно, но доказываем мы тоже через равенство парсималии. Смотрите, значит, равенство парсималии. Давайте рассмотрим сначала квадрат значение гамма. Это, как мы знаем, мощность гамма, правильно? И по равенству парсималии это сумма единица гамма на тен с крышей влажать на m. Так, самое главное соображение, которое здесь имеется, что если я возьму, посчитаю коэффициент преобразования Fourier гамма в точке а n для любого а из гамма, то тогда это будет равно преобразованию Fourier гамма. Похожая вещь, как у нас была с суммами гигапстали, да? То же самое, да? Если я вот это докажу, то тогда получается, что у нас много одинаковых значений, да? И если я хочу оценить какое-то преобразование Fourier здесь, то на самом деле это преобразование Fourier в этой сумме встречается очень много раз. Только сколько элементов а из гамма. То есть, если я вот хочу посчитать правзарь и фуниер в такой точке а, то оно будет умножаться на количество а из гамма. То есть, если вот я хочу посчитать какое-то вот здесь вот а из гамма с крышкой в нуле, то это будет а из гамма с крышкой в нуле, в квадрате, и считаться оно будет гамма раз. Если верна это форму! Вот. Ну а дальше очень просто. Если верна это форму, то тогда я сокращаю на а гамма, и получаю, что а сальто корень из p. Теперь, значит, последнее слово, почему это формула верна. Это очень просто. Смотрите. a n это сумма минус a n n из гамма. Так. a у нас из гаммы тоже. И значит, a n это элемент гамма. Если n пробегало все гамма, то a n, поскольку a из гаммы, тоже пробегает все гамма. И это, значит, будет равно сумма z минус n в а n из гамма, а это единица гамма с крышкой. Все. Преобразование Фурье в точке а n равно преобразование Фурье в точке n. И значит, любое слагаемое в этой сумме, ну, кровь там, любого, да, любое слагаемое в этой сумме встречается по крайней мере гамма раз. Все. а